Всем привет! Давайте посмотрим такую тему про наших любимых людей, которые неравнодушны, да, мы к ним. Или это, может быть, ваши какие-то бывшие, либо это какой-то, может быть, недоброжелатель, какой-то человек, который... Ну, вам интересно, как он живет, что происходит. Как обычно, я возьму 4 варианта, 4 человека, ваша задача определиться по описанию ваш ли это человек, вариант, и будем смотреть. Итак, первый, второй, третий, четвертый. То есть здесь 4 варианта у нас. И выбирайте свой. Ну, решила сегодня так сделать, как-то вот так. Первый, второй, третий и четвертый. Начинаем номер 1. Так, кто этот человек, кого вы загадали? Сегодня сделала акцию. Думаю, расклад за 500 рублей. И вот, как бы, пишут мне, но я потом отвечу. Так, что за человек, которого вы загадали? Какой, какая, чтобы понимать, тот ли вариант вы выбрали. Правильно ли вы выбрали вариант, чтобы не прогадать, так скажем. Может быть, вы несколько, да, выбрали человек. Посмотрим всех. Первый вариант, номер 1. Пришел мужчина. Мужчина с хорошей интуицией, он очень хорошо чувствует людей, такая, знаете, чуйка. Обычно такой чуйкой обладают либо сыщики, либо сидевшие люди, либо, знаете, юристы. Вот у них прям глаз наметан, они прям чувствуют людей. Чик агрессивный. Он может... Опять смс-ка пришла. Может, очень, знаете, как наблюдать за людьми тихонечко, Делать какие-то свои выводы. Верит в мистику, в магию. Может, какими-то практиками владеть, знаете, там, может быть, ну, Вещи сны, либо, там, знаете, гороскопы читают те же самые. Человек закрытый, зажатый. Много информации про себя не выдает. Очень-очень осторожный. Итак, давайте посмотрим, как этот человек оживает на сегодня, этот мужчина. И если у него есть женщина, мне обязательно покажут карты, Что у него в целом. Я сегодня сделаю расклад на Ленорман. По Ленорман, посмотри, тоже интересно расклады. Выходит, посмотрим, что в этом, в этого человека происходит. И что, допустим, он думает о тебе. Или, допустим, по всем сферам. Как карты покажут, да, все, что покажут, я скажу. Итак. На сегодняшний день человеку прилетел бумеранг. Что-то вернулось, знаете, что-то вернулось, И у человека нахлынет сейчас, или уже нахлынуло, Как, знаете, депрессия. Что-то не получается. Но сейчас посмотрю, с чем это связано. Беспокоит сердце. Давление. Может, знаете, слишком близко к сердцу принимать. Через сердце пропускать. То есть, все события через сердце. И поэтому тревожит. Как будто, может быть, знаете, как панические атаки какие-то, Как отдышка. Горло болит. Или район шеи. Может быть, что-то здесь припухлость какая-то. Думает, может быть, сходить ко врачу. Может быть, посмотреть, провериться. Что-то беспокоит здоровье. Самочувствие не очень. У вашего вот этого врага есть женщина рядом. Она ему нравится. Но она как мужик. Она себя ведет, как вот настоящий мужик. Она какой-то, знаете, стержень есть. Или она подавляет его. Она какая-то сильная. Она на него... Вот они очень похожи. Он бы на ней женился. Вот она ему прям нравится. Либо они уже женаты... Извиняюсь, тут у меня смс-ки приходят. Жениться бы хотел. И у них момент обсуждения какой-то недвижимости дома, Может быть, квартиры. У него на душе у этого врага сейчас, Или у этого человека, которого вы загадали, Много планов. Планы, планы, планы. Это как-то связано с домом, с семьей. Постройка какого-то, знаете, как гнездо выстраивают. Что-то хочется. Есть люди, социум. Это, может быть, друзья. Два мужчины, с которым он взаимодействует. Это человек, и они помогают ему принять какое-то решение. Он сейчас ваш враг, или человек, который вы загадываете, Он сейчас советуется принятие решения, что же ему делать. А женщина вот эта, она как будто бы ему удачу приносит. Или он надеется, что принесет удачу. У него вот сейчас бумерангом возвращается какая-то подлость или обман какой-то. Или, знаете, возвращается человек, который в прошлом, которым он причинил боль. А с возвращением этого человека возвращается какая-то потеря. Потеря стабильности. Может быть, знаете, потеря и работы на грани, и самое главное, потеря денег сейчас. Вот этот период наступает, то есть он, может быть, уже вот-вот наступил, либо уже сейчас наступит, вот, когда мы тератим деньги в связи с неожиданными каким-то поворотом. Если он хотел этот человек поехать, поездки не будет. Она неудачна, ее не будет. Достаточно все, знаете, сейчас вот зыбко. То есть вроде стабильность есть на личном, решаются вопросы. Но вот сейчас как будто бы все сводится на нет. И это как-то связано с возвращением какого-то человека. И резко у нас падает, финансы просто куда-то слетят. Или, знаете, обещали верный долг и не отдадут. Что-то вот такое. Карта бумеранга. Здесь человеку прилетает бумеранг. Так. Вариант у нас номер два. Давайте посмотрим, что происходит, что за человек, кого вы загадали. Это может быть все, что угодно. Это может быть какой-то человек, допустим, ну, бывший там, бывшая, либо какой-то недорожеблазь, может быть, бывший друг там. Ну, загадывайте. Я просто по описанию буду говорить, кто. И будете понимать, ваш ли это вариант. Вариант номер два. Пришла женщина. Теперь женщина пришла. У кого-то это может быть бывшая, у кого-то начальница, либо женщина, которая в вашей жизни сыграла не последнюю роль. Она очень холодная, она эгоистка, она держит людей на расстоянии. Ее слово «последняя». Она держит паузу, людей держит на расстоянии. Доводит все до какого-то абсурда. Можно решить элементарно эту ситуацию, допустим, да. А она ее доводит до края. Все время ищет какие-то возможности, какие-то шансы она ищет. Она, может быть, людей и воспринимает как материал. Что ты мне дашь, да? Вот я буду с тобой общаться, но что ты мне дашь? Так, давайте посмотрим на нее. Как у нее дела, вообще что происходит, что там в жизни, вообще что на сердце, что вообще в целом. Смотрю сегодня на Ленорман. Ленорман, обычно я не делаю расклады на Ютубе по Ленорман. Ну, а я их делаю наличные, потому что это очень интересно. Я очень люблю Ленорман. И вот решила сегодня с другого угла посмотреть. Посмотрим, да, как резонирует или нет. Ну, он у меня, вот этот расклад на Ленорман, он резонирует очень хорошо на личных. А вот интересно по вашим откликам, да, как она у вас будет пересекаться, откликаться. Ну, если вы, конечно, знаете, как человек, который вы загадываете, живет. У нее какой-то мужчина на расстоянии есть, она с ним разговаривает, общается. Он на расстоянии. И это общение больше похоже на телефон. Они друг друга не видят. Это телефон, либо смс, как, знаете, может быть, как ватсап, вот что-то такое. Это не видеообщение. Она его не видит. И общение как будто бы, вот, как он скажет, так и будет. Ее ждет сегодня, завтра удар. Ближайшие два дня. Мощный удар. Удар связан с какими-то потерями. Она что-то потеряет. Вы знаете, вот у нее на сегодняшний день, как ей кажется, улыбнулась удача, удача, удачный шанс. И какая-то возможность, которой она прямо вот прям горит. Она об этом очень много думает, мечтает. И на сегодняшний день, в течение сегодня, завтра, послезавтра, этот шанс слетит у нее. Потеря шанса. На сердце очень много страхов будет. Она очень много будет переживать. Она не будет спать. Сон у нее как рукой снесет. Она будет ночью напролит. Если она курит, она будет очень много курить. Искать решение. Но решение не придет ей быстро. Ей будет казаться, что ее кто-то сглазил. Либо намеренно как-то это все, может быть, через магию. Все ей испортили. Потому что все вроде было хорошо. У нее может быть две работы. Два источника дохода. Либо, знаете, работа основная и, допустим, классное хобби, которое тоже приносит доход. А деньги она любит. Деньги любит. И за деньги все что угодно. Деньги у нее есть. Но какой-то ждет ее удар. Кстати, она дома. Вот у нее дома, где она живет. Вторая работа, либо хобби как-то связана с домом. Может быть, она на дому, на удаленке работает. Поэтому на сегодняшний день она и ей, так вот по этой карте, да, смотрю. Основная моя карта, она показывает, что идут перемены у нее. Она как бы закрыта. Удача отворачивается. Откуда? Здесь Ленарва мне показывают. Откуда летит? Просто слетает шанс. Уходит удача. И для нее это будет как удар-поддых, потому что много было поставлено, много хотелось, много мечталось. А в итоге как-то все у нее уходит. И этот период ей дается достаточно сложно. Так, вариант у нас номер 3. Давайте посмотрим, кого мы загадали. Кого мы загадали, кто этот такой человек. Давайте посмотрим по описанию. Что мне сегодня пишут? Пишут. Так, у человека, который загадали, не показали мужчина или женщина, но человек достаточно считает себя никому ничего не должен. Все, кому должен или должна, прощаю. Очень неплохо подвешен язык у этого человека. Он достаточно коммуникабельный, легко входит в контакт. Много поездок, много дорог. Может быть, есть своя машина, может быть, на машине много катается по работе. Человек, который все время готов подработать, где-то заработать. И не против, да, ну, какие-то деньги, чтобы дополнительно, допустим, лежали на счету. Человек все время думает, размышляет. Человек не глупый, думающий. Но себе на уме. Он живет своей жизнью, он считает, что никому ничего не должен. Так, сегодня смотрю на Ленорман. Обычно я на Ленорман расклады делаю на личном, а на Ютубе, на здесь, да, я не делаю на Ленорман. Но попробую сделать первый раз, потому что надо посмотреть, как работает, как резонирует. Посмотрим по вашим откликам, да, пересекается как-то, сходится, не сходится. Что происходит по жизни, что сейчас, что вообще будет происходить, вообще, что в целом. Поскольку, я не знаю, мужчина или это женщина, я буду говорить и за мужчину, и за женщину. Как, что, куда, может быть, человек женат или замужен, да, пара, посмотрим. Мужчина в дороге или в путешествии, где-то на расстоянии. Женщина мотается туда-сюда, что-то какие-то известия, какая-то информация ей нужна. В ближайшее время, если мы смотрим на женщину, ее что-то очень сильно порадует. То, что раньше ей было не дано, сейчас ей откроется. Если на мужчину смотрим, то мужчина у нас сейчас занимается либо чем-то новым, новое какое-то дело, либо занимается детьми. В целом, на душе у человека это какой-то контракт, это какой-то договор, который много, много мы ждем от этого. Обсуждение какого-то хитрого человека, обсуждают какого-то человека, это может быть женщина, обсуждение ее, о ней говорят, хитрое женщина, может быть, кто угодно. Либо, знаете, хитрое, ну, как бы, мало ли, да, там с работой, или еще там какая-то подружка, либо наоборот какой-то недоброжелатель. Сейчас обсуждение, разговоры. Очень сейчас важно момент с недвижимостью. И здесь идет обсуждение документов, людей привлекают, привлекают мужчину. Мужчина какой-то такой достаточно серьезный, который может все разрулить. Именно по документам, по бумагам. Вся ставка на него. Решение принято по всем вопросам. Здесь я магии никакой не вижу. Если была магия, она нейтрализована. Этот человек может, знаете, читать молитвы, либо интересоваться, если, допустим, магией, да, делать чистки, то у этого человека есть что-то, что он, как книга, что ли, такое, вот, что-то читает. Магии здесь нет. Но может интересоваться через интернет, допустим. В интернете что-то смотрит, да, и к себе применяет. Те же самые руны, например. Вот что-то вот с магией, что-то здесь вот как-то так. Или человек просто молится, знаете, вот, то есть, я не вижу здесь магии. На работе решается вопрос, с работой решается вопрос. На работе не все гладко. И с финансами тоже денег нет. Но вот именно сегодня, завтра, послезавтра, в течение нескольких дней порадуют именно деньги. Порадуют. Что-то здесь, знаете, как будто бы человек о чем-то думал, планировал, мечтал, и это связывается с финансами. И именно в ближайшие дни эти деньги появятся. Чек, это очень порадует. Здесь выпадает по вашему, по-триенту, вариант, карта звезда. Что исполняется какая-то мечта, какая-то цель, задача. И человек, ну, это очень порадует, очень. Так, вариант у нас номер четыре. Карта мир. Посмотрим, да, о чем речь. Так, давайте посмотрим, у кого вы загадали, что за человек. Четвертый вариант здесь выпадает у нас мужчина. Мужчина слабый, нежный. Обычно в таких энергиях выпадают любовники. Вечная такая кутила, которая шален дыхается по чужим кроватям, по чужим койкам, собирает грязь. Неверный абсолютно, он не может принадлежать одной женщине. Либо у него есть недвижимость, либо, знаете, мечта уже старая, столетняя, чтобы была своя недвижимость, свой дом, квартира. Очень хочется жить хорошо. Может, и живет хорошо. Но очень о себе высокого мнения. Очень себя любит. Сам бы себя расцеловал. И стремление жить хорошо. И чтоб все было. И готов на крайнее даже. На все, чтобы у него было это. Здесь человек ничем не брезгует. Давайте посмотрим на сегодня, на роман смотрю, как, что происходит у человека. Мы смотрим на мужчину. Я посмотрю, женщина, которая рядом, основная, может быть, жена, да? И посмотрю, есть ли другие женщины, любовницы, допустим, что он изменяет. А сейчас, что в целом происходит. Мне этот мужчина не нравится. По энергетике ужасный человек, потому что и нашим, и вашим, и споем, и спляшем. Слушайте, а может быть такое, что этот мужчина, мне просто так вот идет, с самого начала, как я его увидела, а может ли он себя продавать за деньги? Бытовая проституция. Вот. Может быть такое, да? Потому что мне идет, что секс, как работа. Есть женщина, у этого человека есть женщина, постоянная любовница. Она идет, как друг. А есть женщина основная. То есть две женщины у него. Основная, допустим, жена, либо кормилица, да? Он как бы позиционирует, что он ее любит. А есть вторая, она больше как друг. На сегодняшний день этот человек, знаете, как будто бы болеет или заболел болем. Какая-то болезнь, какая-то болезнь, так и хочется сказать, венерическая болячка. Это может быть простуда, что-то, знаете, подцепил, что-то общественное, вот что-то, где много народа, вот что-то вот такое. Надежда вся на мужчину, надежда на мужчину, потому что мужчина может реально помочь, исполнить какой-то план, мечту. Очень много сомнений, непонимания, что же делать. Вы знаете, этот человек переживает на сегодняшний день отношения. Либо заключить брак, жениться, либо сохранить, либо уберечь. И здесь как будто бы вот вроде как любовь, но... Женщина умная. Вот основная женщина, она умная. Она много чего знает, а для вашего мужчины она закрытая книга. Он понимает, что она много чего знает, у нее большое запас знаний, много людей, связей, но она для него как закрытая книга. Гордиться домом, в котором живет. Если дома квартиры нет, значит мечтает о доме, в котором может потом в дальнейшем гордиться. Здесь почему-то идет потеря здоровья. Вот потеря здоровья, и это что-то, какая-то блячка. И это серьезно. Этим надо заниматься, это бросать нельзя. Магии здесь я не вижу. Здесь единственное, что может быть какой-то негатив на нем, как бумеранг на потере. Потеря того же самого здоровья. У меня ощущение, что он в больнице кое-то, он проверяется что-то, проверяется. Ничего такого здесь страшного нет, да, для него, по крайней мере, в общественном. Но надо заниматься своим здоровьем обязательно, и этому человеку запускать нельзя. Что-то где-то подцепил ваш товарищ, и все надежды на какого-то человека. Может, это врач, что врач все-таки исцеление какое-то даст. Ваш враг, вот этот человек-мужчина, да, он о многих вещах сейчас молчит, он много чего не рассказывает. И переживает все внутри себя. Боится потерять какие-то отношения, боится потерять брак, очень хочет его сохранить. Хранить и переживает. Тут будет много всего. Здесь карта, на него выпадает карта мир, то есть карта завершения. Если женщина узнает, что он болен, да, или он там какую-то болячку подцепил, то, конечно же, это разрыв отношений. Если она узнает, что он изменяет, да, гуляет, все еще там кто-то есть, тоже может быть разрыв. Поэтому он сейчас сидит на стульях, на чемоданах, боится, что его попрут колбаской по малой спаской, и пойдет он по миру, так сказать. Поэтому ситуация такая, знаете, такая немножко шпатовая, такая, не очень хорошая. Ну, наверное, человек это заслужил. Каждого свой урок. Вот такой у нас сегодня был расклад. Пишите какие-то, может быть, ваши интересные темы, я все посмотрю. От себя, как обычно, желаю вам всем мира и добра.